Двое украинских военных ранены были сегодня на Донбассе. Боевики шесть раз открывали огонь на Донецком и на Мариупольском направлении. В Авдеевке, Опытном и Лебединском стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А возле Павлополя ударили из минометов запрещенного калибра. Все подробности расскажет Игорь Левинок. В Ранце было 6 приходов 120-го миномета. Первые пришли пристрелочные. Мариупольское направление, участок фронта Павла Польширокина. Даже после объявления перемирия здесь жарко. Почти всю ночь нестихали вражеские пулеметы, а утром боевики ударили еще из минометов. Можно сказать, был прицельный огонь. За три года еще в армии видно, где прицельный, где хаотичный. Линию обороны здесь удерживают бойцы морской пехоты. Рассказывают, ситуация на позициях постоянно напряженная. Окупанты стреляют из всех видов пехотного оружия. Часто палят из броневиков разрывными патронами. Из восьми вечера до четырех рамков. Вот мы можем чути даже сейчас. Это выход был, где-то пошел на другую сторону. Тишины нет даже днем. О плотности вражеских обстрелов свидетельствуют деревья, стволы которых прошиты насквозь. Попадает в такое дерево, разрывает. Если нет прямого попадания, то осколки зацепает. Вот это одно попадание в одном месте. Вон попадание, ветку срубал в другом месте. Морпехи рассказывают, боевики нередко устраивают стрельбу и между собой. Наши ребята слышат, как они сначала ругаются, а потом палят из автоматов друг по другу. Ну а с какого перепугу другой человек будет стрелять в своего товарища по службе? Я думаю, тут должно быть какое-то серьезное изменение сознания. Очевидно, не медитация у них там в тренде. Открывать огонь по противнику украинским солдатам запрещено. Только в случае открытого нападения. Боевики этим и пользуются. Противник бывает такое, что ведет себя достаточно нагло. Ведет обстрелы из стрелкового оружия. И более мощных видов вооружений, таких как РПГ. Вот такие сюрпризы прилетают на позиции морских пехотинцев по нескольку раз на день. Это часть гранатометного заряда. Ребята говорят, что боевики наполняют эти штуки еще и химическим веществом. Вот разбирают ее, засыпают. Ну тут есть такой, как называется, лейк. Эту лейку засыпают. Разобрали, смотрим, вот там хлорки насыпали. То бишь, если перемешка с кумулятивом прилетает и глаза выедает. Поэтому у морпехов постоянно при себе марлевые повязки. А нам рекомендуют на позиции не задерживаться. Нашим солдатам нужно выспаться перед еще одной ночью перемирия. Из Приазовья. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер.